всем привет рада вас приветствовать на нашем семейном канале французский язык по полочкам сегодня у меня для вас очень интересное видео сегодня я вам представлю двух девчонок двух подружек которые в разном возрасте переехали жить во францию они поделятся своим мнением они поделятся с вами своим опытом и может быть это будет для вас еще одним стилом стимулом в изучении французского языка и так поехали привет девчонки представьтесь пожалуйста для начала кто вы когда приехали во францию с каким уровнем французского приехали начинаем кто из вас будет 1 ну я меня зовут анина я приехала во францию когда мне было 13 лет и сейчас я здесь живу уже полтора года в общем приехала сюда вообще не знаю французский и уже начала учить здесь когда пошла в колледж и поначалу было трудно но потом стало лучше то есть ты приехала совсем с нулевым уровнем да ты дома не учила французский не начинала дома не учил вообще понятно и ты пошла сразу в обыкновенный французский класс или была в сборном классе для иностранцев сразу в обыкновенный сразу что для тебя было самым трудным в первые в первое время самым трудным было наверное одиночество и то что я не могу ни с кем поговорить как бы у меня была ульяна вот она мне очень помогла так как она уже здесь жила и все знала и в общем это для меня было как такой поддержкой очень сильный скажи а именно эти трудности возникли прежде всего из-за барьеры и из-за языкового барьера или это просто разность культуры разность ментальности разность характера скорее всего это с одной стороны то что языковой барьер там языковый шок бывал и то что совершенно разная культура все люди вообще другие и все очень отличается здорово когда рядом оказывается человек который в принципе может поддержать супер я приехала во францию в 2015 году когда мне было 11 лет я сначала пошла в специальный класс для французского там были дети из разных стран и там было два уровня вообще нулевое когда ты ничего не знаешь ни одного слова точнее просто может сказать привет пока и спасибо уже было уровень 2 когда ты уже знаешь базу и я конечно же пошла сразу на первый уровень которые потому что я ничего не знал на французском ну и мне понадобилось полтора года чтобы выучить базу ну в принципе тоже отлично хороший результат за полтора года так окей скажите мне пожалуйста на ваш взгляд самая трудная тема для вас во французском языке ну например для меня самое трудное то есть такие времена как партисип пассе или там очень сложные как сказать слагаются глаголы сложно и то есть их запомнить не очень легко к примеру там самые легкие это вот он тахты и конечно после компози да вот эта самая база а дальше уже ну надо знать когда применять их и так далее то есть тема глаголов для тебя одна из самых сложных и да вот когда такие там есть как сказать моменты когда нужно это заучить и вот потом использовать вот как-то сложно да ну я тебе хочу сказать что тема глаголов не только для тебя очень сложно и в принципе это считается самой сложной темой французского языка потому что времен гораздо больше чем в русском сама база сложная а тем более сразу выучить в короткий срок а тем более когда это не твой родной язык конечно я тебя понимаю для меня самая сложная тема была это рот существительного потому что в свое время я не учила я только учила слова но не учила женский это рот или мужской и сейчас проявляются иногда проблемы когда я забываю это женский или мужской рот и потом там сказать что-то продолжить как в каком роду говорить я не могу иногда и иногда про импровизирую просто с подбирая другие синонимы которые я знаю то есть для тебя самая проблематичная эта тема артиклей да это именно то о чем я всегда говорю своим ученикам что существительное надо сразу учить с артиклями сразу же с первого с первого слова и акцентировать внимание именно на артиклях само слово придет а вот артикль надо заучить то есть какое-то рот и какое-то число это надо заучить окей скажите пожалуйста самая интересная тема во французском языке для вас что пошло очень легко что далось очень легко что сразу вошло вашу в вашу жизнь что вы сразу начали что вы сразу поняли что вы сразу начали применять но я начала понимать уже некоторые слова когда я начал читать книги не у меня был достаточно большой на то время запас слов и благодаря и чтению книг на французском для начального уровня детей и потом не я помню магазина когда только начала учить числа я просто ходила и повторял оценки сколько еще что стоит там 10 евро 20 евро 15 я просто ходила и повторял а помнишь как мы чтобы номера машин повторяли до номера тоже когда проезжала машина и мне мама спрашивала какой номер машины должна была повторять номерам чтобы не забыть просто номера и выучить цифры амин поделись своими какими нибудь сложно сказать потому что большинство тем усваивается очень быстро и наверное самое легкое мне было и очень быстро как сказать так произошло это то что я очень быстро начала воспринимать на слух то что мне говорят и как сказать записывать это то есть мне сложнее было разговаривать но очень легко было писать то есть правильно чтобы все было и потому что я очень быстро запоминала все слова там как они пишутся буквы и все такое классно у вас у каждого свои свой опыт очень ценно и расскажите пожалуйста немножечко вот вы ходите сейчас в обыкновенный французский колледж чем колледж во франции то есть образовательная система во франции кардинально отличается от образовательной системы у вас дома в частности вы учились обе в украине ну отличается очень многим тут очень как сказать разный вообще разный менталитет вот и учителя совсем другие то есть если в украине к примеру или в снг учителя они более строгие и так далее то тут они более мягко мягко относятся к ученикам и пытаются им помочь они не злятся так сильно и плюс еще система баллов например в украине 12 баллов и в россии 5 но тут 20 это странно и иногда даже непонятно бывает во франции изучают больше базу и не вглубляются так глубоко в темы какие-то по разным урокам как его это делается в украине и здесь намного легче учиться мечтаю чем там ну может быть окей расскажите еще поделитесь своим мнением по поводу вот типичных французских французских школьника девчонки поделитесь еще своим мнением по поводу взаимоотношений между учениками дружат не дружат делятся на группы дружат всем классом как это происходит именно во французском колледже расскажите интересно ну благодаря тому что тут совершенно другая система образования и тут по-другому классы сформулированы то есть каждый год меняются ученики и они все смешиваются учителя тоже все они друг друга знают да и как сказать очень многие дружат и им очень легко разбиться на группы работать в группах и так далее но бывают такие несостыковки что кто-то кого-то не любит и они не могут просто напрасно поладить как обычно бывает между подростками то есть проблемы подростков актуальны в любой стране да конечно я полностью согласна с аминой но когда я приехала сюда в обычный класс пошла мне очень легко было подружиться так как некоторые из учеников моем классе решили мне помочь они спрашивали чем мы можем тебе помочь что ты не понимаешь и так я подружилась до было очень сложно эти друзей сначала потому что как амина сказала все делятся на группы в классе и очень сложно в какую-то в группу войти и но со временем это получилось хоть с большими трудами силами но я смогла здорово и сейчас вы дружите только с учениками своего класса или у вас есть друзья в параллельных классах вы в одном классе сейчас нет ну благодаря тому что мы тут уже ну не первый год нашли уже знакомых себе и в других классах поэтому можем общаться и с теми кто в параллельных классах и с теми кто в нашем но все равно есть такой барьер так как мы не их национальности не их культуры и вот такое вот иногда получается скажите а за пределами колледжа дети дружат между собой или это только дружба в колледже а за пределы вышли и каждый живет своей жизни есть такие общаются ли дети за пределами колледжа есть разные случаи есть у меня есть друзья с которыми я общаюсь и в школе и и вне школе а есть друзья с которыми я знакомы меня очень хорошо общаюсь в колледже но когда выходим каждый уже живет своей жизнью и наша жизнь не сталкиваться потом никак расскажите как французские подростки проводят свое свободное время чем занимаются ваши одноклассники ваши друзья как проводят уикенды как проводят каникулы ну я считаю что здесь они намного более культурно развиты то есть многие ходят музыкальную школу художественную школу занимаются какими-то не знаю интересными вообще вещами но есть те конечно же которые просто сидят дома играют в игры и так далее и просто как обычные подростки то есть не особо отличаются хотя так как здесь уровень жизни намного больше то есть выше родители часто их куда-то возят и у них очень много всяких друзей так что они ездят и путешествуют у меня нечем добавить окей отлично спасибо девчонки очень интересно очень познавательно главный вывод в принципе который я сделала для себя из вашего рассказа подростки в любой стране мира остаются подростками проблемы и не проблемы у всех одинаковые то есть у всего поколения одинаковые спасибо вам большое было очень интересно я надеюсь это не последняя наша с вами встреча еще увидимся пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok